Новый дом в Сюнай-Сале доставляет неудобства не только своим жильцам, но и всем, кто причастен к его возведению. Новый микрорайон в национальном поселке появился сравнительно недавно. Сюда переехали жильцы из ветких и аварийных домов по программе переселения. Все бы ничего, дома новые, двух-трехквартирные. Один единственный дом уже несколько лет не дает ни житья, ни покоя его хозяевам, строителям и сельской администрации. Почему Антонина Сирасхова разбиралась в этой проблеме? Новый микрорайон в национальном поселке Сюнай-Сале был возведен с нуля за 2-3 года. 17 домов из 19 заселены жильцами-переселенцами из ветких и аварийных домов. Рабочее название улицы – Рыбацкая Б. Сюнай-Салинцы думают назвать микрорайон в честь известного ненецкого композитора Семена Няруя, который родом из этих мест. Улица засияет во всей своей красе тогда, когда здесь проложат плиты, когда будут сделаны ливневки и получат люди доступ к каждому дому на автомобилях, что облегчит подвоз воды, подвоз дров. Ну, в общем, все эти мелочи, которые так необходимы. Что переехали, то вообще, ну, как говорится, небо и земля, да? Мы в тепле живем, очень тепло, хорошо, потому что мы сами топим, регулируем это тепло, как говорится. И что еще? Ну, в общем, очень хорошо живем. Не дует нигде откуда. Вот, хорошо живем. Почему? Потому что мы ходим дома, как в футболочках, как, ну, в цивилизованном мире. Люди одеваются, раздеваются, на улицу выходим, одеваемся. Если из тепла выходишь на улицу, то получается, что тебе тепло и на улице из тепла. Не то, что в старом доме, это все-все на себе, ночью столько всего на себя. Встаешь, это уже, как говорится, валенки залезаешь. Но не всем так повезло с расположением долгожданного нового дома. Семья Яр больше года ходит по разным инстанциям. Просит утеплить или как-то исправить ситуацию с ледяным полом и выходящим домашним теплом из-под крыльца. О ситуации знают в районе и сельской администрации. По поводу недостатков, конечно, есть тут ряд причин. Это и работа строителей, которые не согласовывают свои действия с погодными условиями, как, например, ведут работу во время дождя, ложат иногда некачественный материал. Ну, что еще. И при планировке домов, вот есть у нас один дом есть, в котором под строительство дома, вернее, когда дом планировали, никто не учитывал геологию. Вот на месте этого дома, вот как говорят у нас старожилы, там раньше было озеро. То есть в этом месте нельзя было дом стоять фактически. И сейчас, конечно, он дает о себе знать. Живу вот в аварийном доме. Дом стоит на болоте, так как раньше было тут озеро. Но этот дом, конечно, жить можно. Первый год мы жили в нем, очень было тепло, все уютно. Ну, а сейчас, в данный момент, мы перешли, конечно, недавно. Сейчас ощущается холод. Это же пылинтуса покрываются инием. От чего это и почему, это неизвестно, конечно. Но в прошлом году, в декабре месяце, были щели такие, что вот телефон или ножик можно было соседям передать. Учитывая, что дом стоит на месте озера, сваи оседают. В результате чего образуются трещины в стенах, пояснили в ямальской службе заказчика. Прошлым летом была проведена экспертиза, после чего было произведено усиление фундамента и капитальный ремонт. Сейчас таких трещин нет, рассказывает жительница злополучного дома. Ну, дома хорошие, конечно, я ничего не могу сказать. Не то, что наши ветхоаварийные дома, которые были построены еще из брусьев. А что бы вы хотели, чтобы вам пол утеплили или дом поменяли? Ой, я говорила, чтобы здесь можно было, конечно, дом вообще убрать, можно было детскую площадку здесь делать. Нашей же улицы нет поближе детской площадки. Вот я-то отдавала такой совет. И в данный момент мы наблюдаем за домом, то есть периодически туда выезжаем, на этот дом. Пока такого больше не наблюдается. Ждем конца зимы, и по итогам, если подвижек дальнейших не будет, то есть просадок дома, то подрядчик делает ремонт, космический ремонт. Как поступит с домом номер 14А по улице Рыбацкая Б, станет известно только весной. А пока жильцам новостройки придется утепляться. Антонина Сирасова, Виктор Утробин, Ямальское телевидение, Сюнай-Сале.